всем привет с вами снова Женька Бич и мои еженедельные технические обзоры мы приехали в компанию ТС Моторс она занимается тюнингом у нас в Беларуси и они нам предоставили в обзор автомобильчик скажем так мы продолжаем свою сагу о американских автомобилях она на сегодняшний день достаточно актуальная мы уже с вами разговаривали про Grand Cherokee в кузове VK1, VK2, Charger RT с двигателем 5.7 ну и перед тем как мы перейдем Challenger 6.4 SRT или Scat Pack я еще не знаю что у нас будет в обзоре я решил вам рассказать о не менее интересном Challenger с мотором 3.6 Pentastar так что встречаем Challenger 3.6 для начала чтобы вообще хотелось на что обратить внимание то есть но мы еще не смотрели 64 но вот вы должны просто понимать какие здоровенные у него габариты то есть даже по сравнению с моим мемчиком он просто вообще просто баржа и просто можете понимать что американцы вот всю свою культуру они вот как бы я вообще никак не предают они привыкли к этим здоровенным просто тяжелым автомобилем они как бы также дальше игнут с ней скажем так свою линию и так чего мы начнем начнем естественно с плохого и дальше будем переходить какие-то в крутые прикольные вещи там и так далее первое это то что вот именно у этой модели от всех американцев мы рассмотрели с вами мустанг с их в эту новую серию с их 2 и 3 эко бустом возможно в будущем еще после этого всего мы посмотрим с вами камара но из всех трех машин у мустанга достаточно неплохой это краш-тест у камара тоже неплохой у этой просто самый-самый адовый они даже называют его маргинал так вот после бокового удара на скорости 60 км в час но как бы кого вот этой четвертинкой манекена зажала так что просто его разбирали доставали оттуда по частям то есть не устрела нога я вам покажу это и просто оттуда выдергивали второй такой вообще большой большой минус это скажем так при всей его вот скорости своего предшественникам из 70-х годов но как вы понимаете именно с этой серии они потрудились на славу как тем же даже мустангом они максимально постарались перенести вообще вот все эти линии при все его это как бы и внешней топорности у него как бы остался такой вот этот вот коэффициент драк коэффициент c и d о котором я вам рассказывал очень подробно в z4m так что если вам это интересно посмотрите и равен он здесь 0.35 но я вам также давно уже говорил что все все абсолютно все автомобили еще начиная с тех старых вольф они продаваются в аэродинамической трубе так вот после ревизии 15 года вообще после 15 года там лишь 19 они просто много чего изменили я об этом буду рассказывать в выпуске это именно касаемо этой машины 3.6 они каким-то образом поработали над его скажем так аэродинамикой она снизилась до коэффициента 0.337 ну грубо говоря 0.33 но даже при этом мы помним волчок с его 0.29 или топорную 850 вольво они до нее не достали начну с того что я вкратце вам расскажу про этот мотор вообще на мой взгляд он максимально высокотехнологичный но почему его так называю вы конечно может быть там засмеетесь потому что все же это как бы не очень верное скажем так суждение это то что если его сравнивать например с его этими биг-блоками 6.4 там 6.1 и так далее это все вот эти вот просто простейшие двигатели в котором там один распредвал по центру там толкатель и так далее ну вот он совершенно пошел по другой как бы ну скажем так дороге и и мы там помним 2.3 эко-буст форда когда они там опять же заплевали всю эту культуру здесь же нет они оставили тот же свой мотор v6 ну и скажем так дальше начали с ним работать а что там у нас получилось сейчас я вам буду рассказывать хотелось бы отметить что я вообще не нашел никакой информации по поводу капотов вообще у них у всех можно найти как вот такой вариант капота как вариант капота здесь скажем так с прорезями ну или как там по центру ну в общем вообще не понятно я видел SRT с таким капотом я думал что такие скорее составится на 3.6 но нет я делал на SRT потом я думал что может быть там на каких-нибудь еще там стоят вот эти вот ну в общем то это по ходу видимо я не знаю я не нашел эту информацию в такое ощущение что как опция ну если вы знаете напишите в комментариях о чем мы будем разговаривать здесь то есть но я вам сказал про то что он имеет достаточно современную архитектуру но это понятно то что здесь сверху два распредвала уже есть муфта пвт мы это будем говорить чуть чуть позже самое первое что хотелось бы отметить то что они взяли за основу уже алюминий то есть во всех последующих скажем так бойцы более мощных блоках это мы знаем что чугун закрытые блоки здесь же алюминий открытый блок ну и соответственно ввиду этого как бы я хочу сказать что наверное все же на дистанции тюнингу ну не очень будет скажем так хорошо скажем так тюнинг переваривать ну а здесь остальное это классика это скажем так железные гильзы вот и кстати этот мотор он как бы самый малый в линейке то есть 3.6 литра меньше только по моему 3.2 в гран-черокке и то как бы чем они-то достигли зато за счет того что за счет скажем так толщины самой гильзы вот ну и потом естественно изменили там сам поршень ну вот в общем вы поняли как вот был сам тот литраж изменен в этом двигателе первое из нововведения это фильтр который расположен между голов сверху и он использует сжигаемый элемент я все никак не мог понять что то такое за и сжигаемый но это в общем альтернатива ввинчиваемых фильтров но это знаете которые фильтры с корпусами с металлическими он просто вставляется такой пластиковую колбу обычный фильтр выполнены из легко утилизируемых элементов вот дальше что еще хотелось бы отметить теперь сам масляный насос ну то есть мы помним по старым тем большим блоком мотором то что у них насос сейчас находилось на коленчатом валу теперь они сделали цепной привод но инженеры посчитали что будет более скажем так целесообразно и выгодно вот и при вот у этого рецепи скажем так у насос один к одному то есть фактически две одинаковые скажем так звездочки находится это не как вращается так вращается и сама звездочка скажем так насоса еще такой интересный момент что циркуляция масла в принципе у давления он регулируется соленоидом но что-то типа соленоидов вт то есть на низких оборотах это на малых оборотах до 3,5 тысячи, это, например, низкое давление, одно давление свыше 3,5 тысячи оборотов, выше давление. Дальше еще хотелось бы отметить то, что также у самого насоса еще регулируются сами вот камеры эти. Если, например, на холодный старт, когда масло еще холодное, достаточно густое, запуск холодного двигателя камера уменьшается, но если масло становится уже горячее, достаточно жидкое, камера, наоборот, увеличивается, когда его необходимо, скажем так, много. Еще такое нововведение, это клапан, который сбрасывает масло в поддон, но также, если необходим, например, при холодном запуске. Также, что еще такое интересное в нем? Ну, не нововведение, а просто интересное. Это расположение самого датчика температуры масла и датчика давления масла. Он также находится сверху на самом масляном фильтре. Ну, из таких вот еще, не знаю, нововведений, это, скажем так, теплообменник, масло, вода. Он находится тоже возле фильтрующего элемента. С 15-го года, если мне не подходит память, он перекочевал уже слева на голову, то есть его немножечко изменили. А в джипах, рангерах, кстати, тоже стоят такие моторы Вот, у них там, например, сверху находится Тут генератор слева находится, у них находится генератор сверху Для того, чтобы, если, например, там в каких-то там сложных условиях машина находится Чтобы, скажем так, его ничем там не залило, не забрезало То есть, ну, мотор готовился для разной, скажем так, использования в разной там среде Также еще хотелось бы отметить то, что используется 4 цепи в системе ГРМ Это одна идет на масляный насос, как мы уже говорили И три на сам привод ГРМ Вот, скажем так, все натяжители, по-моему, гидравлические Там масло гидравлические Опять же, если вы так понимаете, левые натяжители, там левые С храповиком, правые, по-моему, нет Вкратце пробежимся по характеристикам Диаметр цилиндра 96, ход поршня 83 Далее, сам блок выполнен из литого алюминия под давлением Блок открытый, это мы уже с вами говорили С чугунными глизами внутри Сами поршни выполнены из кованой стали Вот, ну, а сам, скажем так, распредвал коленвал Он выполнен из чугуна, чугун с шаровидным графитом Ну, еще хотелось бы такой отметить, небольшой момент Это то, что вообще мотор готовился под степень сжатия Ну, еще первые моторы Они готовились под степень сжатия 10,2 И октановое число топлива от 87 То есть, вы понимаете, что мотор Кроме того, что он достаточно хороший Показывает перформанс В то же время его можно заправлять просто чем попало Далее, что хотелось бы отметить еще Это то, что здесь они уже как бы пошли Больше в сторону такого, ну, дешевизны То есть, они уже здесь все взяли Вот это вот все, полностью все, что тут сейчас Тут моду Первое, это то, что, например, в самой голове Это интегрированный выпускной коллектор Всякие верхние, там, пластиковые крышки Ну, и при всей, как бы, ты скажем так Классической схеме Опять же, американцы достаточно давно уже ждут Эта система прямого впрыска, там, турбины Кстати, приблизительно в 14-15 году Крайслеровцы рассматривали вариант Там, как дабл, там, турбо, так и сингл, турбо Но, все же, похожие моторы С похожей архитектурой Они бы шли в, скажем так Были доработанные в Феррари Мазерати Ее уже можно увидеть на базе Выпущенной Мазерати Гибли Гибли, по-моему Выпущенная на базе Крайслера 300C И вообще, раз мы уже сюда зашли Мы должны знать Вы должны знать, что на сегодняшний день Крайслера принадлежит Контрольный пакет акций Принадлежит Фиату Ну и поэтому вы понимаете Откуда сейчас мы будем много чего брать О том, что они там перекочевывают От одного на другого Так вот Как сам мотор Вот это именно с турбоверсией Он перекочевал на эту Мазерати у них там получилось по моему 404 лошадиные силы в то время как разработки самого крайслера они там обещали по моему 420 лошадиных сил но ладно идем дальше кстати сами американцы они прям утверждают что эти же блоки они потом перекочевали на ту же Alfa Romeo потому что мы помним в той же Кударах Воглева моторах 2.9 такие скажем так они V6 вот ну я мне стало интересно я как бы взял и все же решил рассмотреть то есть ну да может быть в каком-то там степени архитектура Пентастара может быть она и повторяется как они там говорят но это там V6 и там V6 но все же блоки совершенно разные когда мы будем разговаривать про кадров Оглева она у нас скоро будет я вам это все расскажу на самом деле здесь места просто вообще громадное количество вот напоминать немного honda s2000 у которой там просто вынившая морда маленький моторчик и такая вот спереди на самом деле вот здесь вот спереди есть такой вот момент который можно наверно было отпилить и сделать такую коротенькую морду ну ладно вопрос совершенно не в этом что нам еще может быть интересным по этому двигателю но то что тут интегрирован впускной коллектор я уже выпускной коллектор я уже говорил по поводу мощности я вам не договорил это то что здесь как они называют вот там high performance или как он я внизу напишу я впускной коллектор и за счет того что они в нем смогли увеличить скажем так воздушный поток они получили по моему 305 лошадиных сил и там были другие модификации с более меньшими скажем так цифрами теперь хотелось бы еще поговорить о то что здесь уже но опять же мы уже привыкли по всем американцам по которым мы уже смотрели до это то что у них там стоял один распредвал естественно одна была муфта ввт я вам это все рассказывал какие были плюсы какие были минусы здесь же уже совершенно все по-другому здесь мы имеем но полноценную такую нормальную европейскую человеческую систему 4 муфты вообще независимые муфты ввт то есть по принципу их работы здесь немножечко конечно все интереснее то есть если мы помним те же даже там фордах и так далее там отдельные простояли сверху клапана ввт которые пускали по каналам масла в сами распредвалы ну и соответственно когда клапан открывался масло подавалось сама муфта она обврачилась в принципе здесь принцип ну такой же схожий точно так же на конце вала стоит муфта навешивается только вот в ней еще внутри стоит такое что-то вроде клапана с отверстиями вот и вот здесь вот сверху стоит сами соленоиды ввт это вообще как бы на самом деле очень интересное решение потому что я же говорю обычно они там были или под клапанками внизу спрятаны или находились здесь сверху или находились сбоку в блоке они находятся здесь спереди что в первую очередь как бы но нам доставляет достаточно простой скажем так доступ к ним вот ну вот они уже управляют этими сами валами которые надо выращивать нужные им там углы забыл вам сказать это то что в первых версиях это были проблемы с теми муфтами ввт но и даже в рейсе не подводит память там с 11 года даже была отзывная кампания по ним так что может быть можете попасть таким выбором вот но дальше переходим к самой системе то есть это это обычный уже гидрики гидрики и сами там эти толкатели коромысла вот то есть но система достаточно опять же всем знакома такая более скажем так ну более современная что ли так вот было там их по-моему порядка четырех ревизий ну и вот с первыми были у них там проблемы достаточно часто эти гидрики шумели то есть ну и приходилось все разбирать ну и вплоть же когда даже помните системе мдс тоже самое там жрала скажем так сами кулачки на распредвалах то есть в принципе влезеть можно было поэтому рекомендовали там ставить если там мотор из таргетом сразу там четвертой ревизии и в принципе эту систему как бы скажем так на не систему эту проблему как-то решать но вопрос не в этом с 15 года они вообще по сути взяли и и фактически украли систему там как в хонде там в тэг там или в том что там помните первыми рассказывал мивики там митсубишевские то есть они сделали все сами скажем так коромысла как мы помним там похоже было в хонде вот они сделали такое типа может быть гидравлической еще дополнительного такого одного такого скажем так плеча может быть когда это третья коромысла не было задействовано скажем так клапана открывались на достаточно там непродолжительную небольшую величину когда это третья коромысла там гидравлический было задействовано уже как бы вступал в действие третий кулачок и она уже открывалась на более длительное время и на большие скажем так высоту остальное штуцком отметить, что уже поняли, что вышло на экономичность производстве то есть мы решили и это были пластиковые клапанки был пластиковый к композитный звук Sanchez купозитные клапанки это были алюминиевые головки, алюминиевый открытый блок который проще производства коробча и дешевле в производстве и меньше алюминия тратится соответственно общий немощный вес вот потом там в головах были по-моему интегрированны сами вот эти вот направляющие клапанов, они не обслуживались, даже сами штечные колодцы они тоже были там скажем так прессованы, как они говорят запломбированы в голове и как бы они были сделаны из тонкого металла поэтому как бы рекомендовали более аккуратно при этом скажем так замен свечей и так далее там с ними работать. ну, что были такие проблемы, то есть когда уже, конечно, там на свечах рекомендовалось обслуживать сами эти резинки. тут впускной коллектор делится на две части. один который идет непосредственно к самому двигателю, второй который сверху, то есть резинки которые ближе к самому двигателю, они там дубеют, начинают уже как бы подсасывать воздух, ну в общем-то, ну в любом случае на мой взгляд мотор получился достаточно неплохой, вот и дешевый, дальше идем, ну все, теперь будем разговаривать про такую вещь, как коробка передач, здесь вообще стоит автоматическая и на самом деле, ой не закрыл, закрыл, и на самом деле достаточно сложно найти механику в наших краях, вот, но блин, уже вам сразу заранее уже рассказал, чему-то рассказывать, но я бы хотел поговорить именно про механическую коробку передач, и да в 3.6 вообще будет ее нереально достать, потому что она к сожалению начала становиться только в V8, но когда мы будем рассматривать V8, нам будет о чем-то разговаривать, поэтому я про коробку расскажу вам в ней, и так коробка стояла, как помним еще с мустанга, вот, там была коробка Tremec 3670, по-моему здесь не подводят память, первое это обозначало, я вам тоже все рассказывал, в маркировке 36, это было умножено на 10 сил фут, ну в ньютон это по-моему 480, потом дальше это было количество передач 5, ну и 0 в конце это была сама коробка, так вот здесь они уже вернулись, но опять же помним, я вам рассказывал по предыдущему, что это был Daimler, это был Мерседес, здесь много чего стояло Мерседесовского, особенно коробки 722.6, там NAC1 и так далее, там VA580 и так далее, здесь они уже вернулись, скажем так, на свой континент и снова поставили на тот момент, когда я вам рассказал про Ford, это была мексиканская, теперь это уже американская, по-моему штат Висконсин, я вам это вставлю, коробка передач Tremec TR 6060, ну и как мы уже поняли, я уже рассказал про саму эту маркировку, мы уже знаем, что это там 700 LBS фут, она могла выдержать эту коробку, чтобы вы это понимали, в переводе на ньютон в метр, это грубые вообще 814 ньютонов, ну еще такой немаловажный интересный факт, что на всех суперкарах, касаемых там из Европы, мы уже помним, там касаемо там Lamborghini, там Ferrari, например Ferrari 360 Modena, которую мы снимали, она считалась последней настоящей, потому что в ней была еще допустима коробка механическая, коробка передач, после нее еще одна Ferrari, в которой она была, это была Ferrari Калифорния, в дорестайлинге, и после этого вообще вот они перестали упаковывать, скажем так, механические коробки передач, эту трушную, скажем так, всю эту вещь на суперкары, так что мы теперь понимаем, что, ну и чем это они руководствовались, тем, что только на автомате там или на роботе они могли снять, скажем так, максимальный потенциал, ну это, видимо, наверное, был разговор именно по прямой, ну и плюс то, что Ferrari, например, продавалась на механике, там, City Tic Major не хотели покупать, она, по-моему, там 5 единиц ей продалась, на автоматах там совершенно другие были цифры, так вот, теперь мы понимаем, что только там, скажем так, за океаном, до сих пор вот можно встретить эту культуру, когда вот эти просто флагманские мощнейшие автомобили можно там получить на механической КПП, ну и оценить все эти вот прелести ее, и еще один такой интересный факт, вообще, от этой коробки, повторюсь, которая оставилась только на V8, вот, это то, что после дебюта в седьмом году она оставилась вообще на таких вот монстров, чтобы вы понимали, как Shelby GT 500 седьмого по четырнадцатой года, на Corvette C6, на Camaro ZL1, Camaro SS и на Vyper там седьмого по шестнадцатой года, она пришла на смену такой вот вообще легендарной коробке, как не менее легендарной коробке, как та же Tremec T56 Magnum, и вторая там была коробка, которую они там тоже, там, скажем так, компоновались, еще до нее оставилась, это, по-моему, LS 56 или Borg Wagner 56, то есть тоже были механические коробки передач, так вот, чем же они вообще отличались, вот это вот, чтобы вы понимали, куда ставились эти коробки, они ставились на C5 Corvette, на те же Camaro 93-х, по-моему, нулевых годах, ну и не менее, скажем так, мощных Cobra Mustang, вот, это такие были, которые были до 197-го мотора, тут именно, по-моему, назывались SVT Cobra, я про них рассказывал, в них именно была использована многорычажная подвеска, ну, как это все, вы можете, в общем, посмотреть в Mustang E197, про это я тоже очень подробно все рассказывал, итак, что же они вообще получили, не с учетом того, что у них и вообще была максимальная схожесть, как вот по внешне, именно корпусов, ну, как мы вообще помним, американцы особо не заморачиваются, они просто берут архитектуру, там тоже, даже всех же моторов, мы помним 5.7, 6.1, 6.2, 6.4, просто какие-то там были эволюции, а по сути все было одинаково, то есть также и здесь, Magnum T56 вообще, по сути, очень будет сложно, скажем так, отличить от тремя какого TR6060, но все же внутри они достаточно много чего изменили, ну и теперь будем разговаривать о том, что же они там поменяли, первое, это были более компактные синхронизаторы, что позволило им поставить более, скажем так, жирные сами шестерни, вот, далее, ну, вообще изменениям подверглось абсолютно все, от самих вилок до самих этих разъемных шайб, также они еще изменили сам, скажем так, вал, ну, во-первых, в Теремяке уже 6060, он был один достаточно большой, плюс сам вот этот вот с лицевой был достаточно жирнее, чем в T56, ну, и второе отличие, то что, опять же, он был один, единый, цельный, в этом он все же был состоял, скажем так, из двух частей, там, входной, выходной вал, и так далее, ну, в общем, вы поняли, над коробкой инженеры вообще достаточно хорошо потрудились, вот, и еще хотел бы отметить то, что у нее был достаточно небольшой вес, 66 килограммов, ну, и еще тоже такая информация, может быть, она и не полезная, но то, что коробка была рассчитана для автомобилей, там, весом до 2400 килограмм, вообще, на самом деле, интересно, при том, что она переваривает такие моменты, они как-то по весу общему, скажем так, чуть-чуть под прижали, так вот, ладно, еще такой немаловажный момент, то, что, опять же, этих коробок была куча модификаций, и то, что даже называется там 6060, как мы уже помним по названию, 60 это 600 фунт силы, вот, они для каждой модели, во-первых, были у всех, для всех моделей под свои нужды, каждая там были свои передаточная, вот, ну, а второе, это то, что каждая коробка переварила свое количество ньютон-метров, это было от 580 до 880 ньютон-метров, поэтому, если вдруг вам как-то там попалась такая коробка, и вы там обрадовались, что она точно держит 880 ньютонов там плюс, то это еще не точно. по подвеске мы вообще проходить совершенно никак не будем, потому что тут они вообще практически ничего не меняли, там разница была только, по-моему, в самих амортизаторах, но все остальное у них все идентично еще со времен этого, вот, у мохнатого там чарджера РТ, поэтому, если что-то будет интересно, я буду рассказывать уже в 6.4, вот, теперь мы будем разговаривать, мы будем говорить про рейки, то есть, во-первых, это то, что, скажем так, рулевое рейтио, я часто люблю упоминать, здесь составляло 12.3, интересный момент, то, что с 11 года здесь шли электрогидравлические рейки, вот, а уже, ну, только на сериях СРТ, это была гидравлика, вообще же такая, трушная гидравлика, вообще, как мы помним, тоже на тех же даже М, то есть, там, Z4 и Z4, Z4, M3, A46, это то, что на всех таких заряженных версиях, они выбирали и ставили вообще трушную гидравлику, ну, мало того, что трушную гидравлику, они еще и делали, там, просто как руль корабля, там, просто, что надо было крутить нереально кучу, вообще, этих, это вообще мне до сих пор не понятно, здесь точно также на СРТ, они тоже выбирали гидравлические рейки, но все поменялось в 15 году, как я уже говорил, уже немного чего меняли в 15 году, в 15 году они на всех пошли, чисто электрические электронные рейки, ну, вот такой момент, ну, и как вы помните, чарджеры 5.7, там, по тормозам тоже особо там бегать не будем, здесь стоит обычный двухпоршневые тормоза на плавающей скобе, в принципе, никем никого не уделишь, цифры будут внизу, теперь, возможно, мне бы хотелось, конечно, посмотреть, там, этот мотор, потому что считается, что 3.6 мотор, это самый, там, эластичный, но для этого надо знать хозяина, хозяина, скажем так, украли тачку, так вот, в этом случае, ну, да, особо нет, у нас будет 6.4, и мы там все основное посмотрим, конечно, было бы интересно сравнить ее с Мчиком, как они там напрямую, но, что больше всего меня бесит, я вот сейчас там смотрю, у нас там недавно наш, там, белорусский, там, один там блогер снимал, когда вот, выцепливают такую машину в городе, и там, ну, там, тоже даже там 3.6, и там, и там, выезжают, и начинаются эти крики, типа, а, я там отодрал чарджер, то есть, когда вот все видят вот эту вот внешность, они сразу, почему-то у всех ассоциации, что ты тут настоящий американский мускулкар, ребята, блин, ну, это вообще, ну, просто, если вы хотите тягаться, это вообще, это поникар, то есть, если вы знаете американскую культуру, у них вот другая философия, вообще совершенно другая философия, даже помним, потому что даже Форду, они начинали там, вот эти вот, все, поникар, это вот, скажем так, машина, скажем, с очень агрессивной внешностью, но при этом, которая там, ну, не имеет, там, скажем так, соответствующую мощность, то есть он также начинал мустанг там 3.6 там 120 лошадиных сил там по-моему было или как там в далеких 70-х годах а уже более мощные машины были там 7 литровые так далее у культура у них это вот эта машина как не знаю бмв там 2.0 вы же не выезжаете бмв 2.0 и говорите я там выехал там mpower понимаете то есть вы же нету такого или там какой-нибудь 1.6 там дряблую там какой-нибудь импрессу синюю там и кричите там rxt поэтому мне это вообще просто жутко жутко бесит здесь это как бы литраж да они с литража снимают мало сил но за счет того что вот тут в философии америки из-за того что литраж просто вообще адовый они получают просто на выходе адовую мощность если вы хотите там с кем-то гоняться ищите не вот эти вот 3.6 там 300 сил на весе тонну 800 это как вообще отобрать у ребенка конфету то есть если вы хотите гоняться ищите там 6.4 там 6.2 халкаты и так далее которые там да и у них там недавно еще появился демон там 6.2 демон то есть если халкат там было 717 лошадиных сил там или 707 в демоне уже там 800 чем-то но вот хотите гоняться вот это настоящие мускулы а это это просто скажем так машин для души ну 300 сил на тонну веса вы понимаете так что как превью к ролику же 4 я вам сделал я вам рассказал про эти двигатели 3.6 pentastar я вам рассказал про коробки которые были допустимы в следующих сериях v8 механической коробки пробежали скратце по подвеске но еще конечно бы хотелось отметить вот эти зазоры которые там в американцах они любят там или быть вообще как у моей бывшей или просто там вообще такие все плотненькие такое ощущение что будет краска по краске вот надо будет посмотреть на 6.4 будут такие проблемы или нет так что все что я хотел и рассказал ну ставим лайки колокольчики кстати 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 не забываем о том что когда будет 3000 что мы разыграем у нас уже вот-вот будет через 100 человек так что всем спасибо до следующего выпуска